Добрый день. Вам помощь нужна? Нет, нет, нам помощь нужна. Мы хотим узнать, вот вы стоите на зеленой территории, прям вот заехали. Что-что? С чего я взял, чего вы стоите на зеленой территории? Наверное, с того, что вы на ней стоите. Нет, я понял. Это октябрьская пара. Ребят, сейчас я освобожусь, я смогу с вами побеседовать. Да, да, мы вас не отвлекаем, пишите. Мы, конечно, нет, нет, мы же не мешаем, мы просто ждем. Здравствуйте. Инспектор, хотим узнать вот по поводу вашей парковки вот этой вот с нарушением. Нету? Что, пешеходный переход, что? Ничего себе, с такой стороны знак пешеходный переход присутствует. То есть, если знака нет, значит, можно стоять прям там. То есть, зебра не имеет значения. Так мы и не с вами общаемся. Еще раз, а вы уже говорили один раз, да? Я не знаю. Но сама тенденция уже приятна. 65,92, Виктор Елена. Проверяем. Арест, арест. 65,92. Интересно? Серьезно? Он? Интересно, а на чем он? Виктор Елена. Да. Все. Инспектор, можно с вами познакомиться? Инспектор. На основании вообще нормальных человеческих отношений. Человеческих отношений? Да. Вам нужна какая-то помощь? Помощь. Абсолютно верно. Помощь заключается вот в чем. Вот есть автомобиль. Инспектор ГАИ. Который, по моему мнению... А чей это автомобиль стоит? 67, 87. Ну, наверное, каких-то людей. Это не ваш автомобиль? Возможно, мой. А в чем вопрос? Если ваш автомобиль, то он затрудняет здесь движение. Ну, возможно. Найдите... Узкая проезжая часть, узкая проезжая часть. Я считаю, что в данном случае, если данный автомобиль мешает проезду, вы как минимум, как инспектор ГАИ, должны найти водителя и заставить его убрать этот автомобиль. Вы сейчас ко мне подошли и по-человечески спросили. Я вам по-человечески говорю. Если это ваш автомобиль... Автомобиль мой. Ну, берите его, пожалуйста. Так я не могу сейчас. Я не за рулем. Как не за рулем? Ну, автомобиль мой. Принадлежит мне. Вы владелец этого транспортного средства? Абсолютно верно. Если вы владелец этого транспортного средства, уберите автомобиль. У меня нету права вообще. И не затрудняйте движение транспортных средств. У меня нету водительских прав у меня. Ну, а каким он образом тогда ваш? Он в моей собственности находится. Вас это интересовало? Он находится в моей собственности. Я у вас спросил. Автомобиль ваш? Автомобиль ваш? Я говорю, мой. Вы говорите, автомобиль мой. Абсолютно верно. Если автомобиль ваш, уберите автомобиль. Вы не понимаете. Вы мешаете проезду транспортных средств. Инспектор, автомобиль мой находится в моей собственности. Водительского удостоверения у меня нет. А кто его сюда поставил? Водитель поставил. Ну, который ехал за рулем. Вы свою машину просто так можете первому встречному возить? Что значит первому встречному? Водитель, вот есть водитель, у которого есть водительское удостоверение. Я вас прошу, уберите, пожалуйста, транспортное средство. То есть вы просите меня нарушить закон, я правильно понимаю? Я вас не прошу нарушать закон. Ну а как я могу без водительского удостоверения, которое затрудняет проезд на данном участке дороги? У вас есть водительское удостоверение? У меня водительское удостоверение есть. Вы можете убрать этот автомобиль? Я не против. Это моя собственность. Техпаспорт я вам покажу. Регистрационный документ. На основании того, что вы водитель, что вы инспектор, что вы на данном участке дороги можете повлиять на ситуацию. Есть автомобиль, который мешает проезду. Если вы меня пытаетесь провоцировать, то я вам еще раз... В чем провокация? Я на вашей провокации просто... Давайте так. Это во-первых. Во-вторых. Во-вторых, еще раз вам повторяю законные требования. Еще раз повторяю законные требования. Берите, пожалуйста, автомобиль. Он мешает движению транспортных средств. Из-за вашего автомобиля. Вы разверните и там поснимайте. Как получается пробка. Инспектор, я не против. Пробка получается из-за автомобиля. Я не против. АР-6787 Сергей Иванович. Сергей Иванович, да. Почему вы так поставили свои транспортные средства, которые мешают... Вы хотите задать только вопрос, либо хотите услышать ответ? Если вы готовы услышать ответ, я отвечу. Да, пожалуйста. Вы готовы? Да, я готов. Теперь набирайте силы, слушайте. Да, я набираюсь. Автомобиль этот принадлежит мне. Да. Находится в моей собственной... Я это уже услышал. Можно я скажу? Я же вас не перебивал. Вы сказали, что водитель ушел. Абсолютно верно. Я вас перебивал. Ну, позвоните, пожалуйста, водителю, и пускай уберет транспортные средства. Инспектор, вы хотите ответ услышать? Или вам неинтересно? Я хочу, чтобы вы не мешали передвижению других транспортных средств. Мое желание... Хотите снимать? Пожалуйста, снимайте. Мое изначальное желание какое было, когда я подошел? Я говорю, хотите снимать? Инспектор. Снимайте, пожалуйста. Но уберите, пожалуйста, транспортное средство и подходите. Я отвечу на все ваши вопросы. Все? Можно теперь сказать? Да, пожалуйста. Спасибо большое. Пожалуйста. Когда я подошел к вам, инспектор, мое единственное требование было, чтобы вы сделали то же самое. А именно, убрали свой патрульный автомобиль, который стоит с нарушением ПДД. Каким образом? Каким образом убрали? Сели за руль и отъехали. Давайте посмотрим. Ну, будем смотреть. Вот автомобиль стоит на зеленой территории. Вот как минимум двумя колесами. Что запрещено. Согласитесь. Разве это не запрещено в ПДД? Дальше. У нас есть пешеходный переход. Пожалуйста. У нас есть в машине рулетка. Мы можем померить. Десяти метров там нет. Следовательно, есть нарушение права дорожного. Можем мерить. Можем мерить. Ну, как минимум два нарушения. И вас это не смущает. Я говорю, можете мерить. Да я могу мерить. Можете мерить. Я просто не могу понять, почему на свои нарушения вы не обращаете внимания. Я не могу понять, почему вы не можете убрать автомобиль Mitsubishi. Да, Mitsubishi. Я же вам объяснил, почему не могу. Вот дело в том, что этот мой автомобиль, он не мешает продвижению транспортных средств. В этом случае сейчас. Я вот не могу понять. Я вам предлагаю вариант решения проблемы. Вы не соглашаетесь. Не, я вам предлагаю просто-напросто убрать свой автомобиль. То есть позвонить своему водителю и убрать автомобиль. Ну, у меня нет телефона. А я предлагаю вариант. У вас есть водительское удостоверение. Я еще раз вам говорю. Я, я не буду садиться за руль в вашей личной собственности. Слишком много я. Слишком много я. Вы же инспектор, вы должны бдить за этим делом. Мы как хотим подошли к вам с просьбой. Я вам еще раз говорю. С просьбой. Отгоните, пожалуйста, транспортные средства. Это безопасное место. Ваша личная собственность. Ваша личная собственность. Пожалуйста. Не, ну мы же вам доверяем. Мы просим. Мы сейчас как граждане подошли к правоохранительному органу и просим. Помогите, пожалуйста. Водитель ушел, побежал в туалет резко захотел. Неизвестно, сколько он в туалете будет сидеть. Водитель это один из вас. Нет, вы не правы. Либо вы, либо вы. Нет, ни в коем случае. Водитель резко захотел в туалет, а мы сейчас заложники получаемся. Мы просим инспектора. А заложники чего есть? Ситуации. Ну, которая возникла сейчас. Все-таки транспортное средство создает, по вашему мнению, пробку. И по нашему тоже как-то, посмотрите. И по вашему. То есть вы согласны? Да, да, согласны. Просим содействия и помощи. Если вы с этим согласны, так возьмите, уберите. Мы не можем, у нас нет водительского удостоверения. Мы пили. За руль. Кого? Пиво пили. Вы пиво пили? Ну, извините, я не знаю. Да не извиняйтесь, это наше здоровье. Я ж не в рай. Нет, так мы не можем. Мы в состоянии алкогольного опьянения не можем сесть за руль. Точнее, побочного эффекта от алкогольного. Послушайте. Пожалуйста, помогите нам. Инспектор, посмотрите, вот эти два человека. Просто я вам еще раз говорю. Господа, вы меня провоцируете. Нет. Вы меня просто провоцируете. Не поим случай. Давайте так, чтобы вам не казалось, что это провокация. Вы берете в руки камеру и снимаете нас. Для чего? Чтобы мы стояли и говорили, вы нас провоцируете, инспектор. Это чушь. Я вам еще раз говорю. Мы же нормально говорим с вами. Вы провоцируете. Мы нет. Мы нет. Мы нет. Мы следим за законностью. Вы хотите снимать, снимайте, пожалуйста. Вам никто не запрещает. За это уже спасибо. Вы знаете, что вы должны даже помогать. быть нашими помощьюми. Так мы помогаем теперь. Инспектор, давайте познакомиться. А я предлагаю, я даже предлагаю вам, пожалуйста, помогайте нам. Вы можете нам помочь? Каким образом? Мы же вам уже три раза рассказали. Давайте еще раз. Вы сейчас берете... И я вам опять повторяю. Хотя бы согласен на парковочку поставьте. Нет, извините. Почему? Это ваша собственность. И что теперь? На основании чего я буду... На основании чего я буду... На основании чего граждане мы должны... Обратились к тому человеку, который должен нас охранять, защищать, помогать. Инспектор, инспектор, давайте дружим. Нет, человек мне сказал. Давайте дружить. А мы не ругаемся. Я не могу понять, к чему эти... Нет, мы не ругаемся. Давайте познакомимся. Как вас зовут? Мы не ругаемся. Можно узнать, как вас зовут? Вы тоже представим. Меня Саша зовут. Да, меня зовут Александр Викторович. Мы с вами тезки. Александр Викторович, пожалуйста, посодействуйте нам. Ну, не хотите вы машину эту убирать? Александр, я вам еще раз говорю. Ну, не хотите ее убирать? Ваш водитель, как вы сказали, то есть... Ушел. Он обиделся и ушел. Ваш водитель. Ушел. Да. Он был такой же принципиальный, как и вы был. Он тоже говорит, не хочу сидеть за рулем, и ушел. Вы просто-напросто говорите и утверждайте, что это ваша собственность. Абсолютно верно. Я не видел никаких подпишечных документов и все остальное. На данный момент, поверьте мне, это моя собственность, моя недвижимая собственность. Потому что она недвижимо стоит. Моя недвижимость. Уберите ее сами. Я не могу, у меня нет водительского удостоверения. Я пил. Сегодня выпил бокал пива с утра. Не могу сидеть за рулем. На что, на пиво? С водительским удостоверением. У меня нет. У меня сидят две девушки. Помогите нам, пожалуйста, и мы закончим, и уедем. Так не могу. Почему, инспектор, вы обязаны содействовать. И что теперь? Мы доверяем вам. Мы просим вас. Вы же профессионал. Ваша частная собственность. Ну, тут уже как неправильно говорите. Нет, смотрите. Я гражданин подвожу к инспектору. Инспектор, прошу вас, помогите убрать это транспортное средство. Поставите его без нарушений. Давайте сделаем по-хорошему. В каком плане? Вы поможете нам, а мы поможем вам. Мы поможем вам переставить машину, а вы поможете нам. И все будут жить счастливы. А я инспектору вот этому, который взрываю, объясню. Объясню ему, как надо стать с точки зрения ПДД правильно. Серьезно? Да. А я буду нести его. Мы ему объясним. Такое не получится. Могу. Я сразу могу задние колеса передвинуть, а потом передние. Так не получится. Ладно. Ну, почему? Ну, смотрите, какое хорошее настроение у нас, у вас. Какая погода отличная. Мы стоим с вами, общаемся очень мило. Мы можем с вами сейчас действительно стать положительными героями этого сюжета. А именно, если вы нам поможете и переставите вот эту телегу, мы вам все документы предоставим. Я вам покажу паспорт со своей фотографией и покажу вам регистрационный документ. Вы убедитесь, что действительно эта недвижимость моя. И сделайте ее движимой и поставите ее с точки зрения ПДД правильно. Да это ваша собственность. Ваша собственность. Хорошо. Предлагаю другой вариант. Давайте так, вы как инспектор ГАИ тогда сейчас вызываете эвакуатор и нахрен вот эту машину мы убираем, потому что она мешает проезду. Ну, действительно, но она мешает проезду. Ее водитель какой-то поставил с нарушением и ушел. Давайте убирать ее отсюда. Если это ваше, если это ваше, то это ваше. Моя. И что теперь? Вы, пожалуйста, вы можете себе вызвать эвакуатор. Так вы, инспектор, вы сейчас следите за безопасностью дорожного движения. Я могу. Вы себе лично можете вызвать. Извините, а вас засаждают те люди, которые только что остановились с левой стороны, да, перед пешеходным переходом, которые поставили нашу машину, да, тупо сделали все не по правилам. Они сейчас пытаются компенсировать вам могли и пытаться провоцировать для того, чтобы вынесли свою службу. Да, абсолютно верно. Собственно, ребят, вы откуда? Абсолютно верно. Нет, то есть реально это ваша машина? Нет, я не могу понять, к чему эти вопросы? Я к чему? Я житель Бердианска. Я живу в этом городе. Я нормально себя контролирую. И я тоже житель Бердианска и живу в этом городе. Просто вопрос, маленький. Человек несет свою службу. А хотите ответ услышать? Ответ. Мы берем пример с инспекторов ГАИ. Чем они в данной ситуации отличаются? Подождите секундочку. Ребят, в данной ситуации отличаются тем, что человек ставит машину, которую видно за километр. Подождите секундочку. То есть реально человек исполняет свои обязанности по работе. Ответ. Хотите услышать? Да, конечно. Вы меня перебиваете. Нет, послушайте, я задам вам вопрос. Задам вопрос. В чем проблема? Вы сейчас подошли и сказали абсолютно все верно. Вот точно именно так, как и подошли. Вы нарушили правила движения. Ну дайте я отвечу. То есть не мы, а водитель, который там сидел. Ну да. Дайте я отвечу, пожалуйста. Мы пассажиры, водитель убежал. Резко убежал, мы просим инспектора, чтобы он или вызвал его клатор, чтобы это транспортное средство убрали, или сам перегнал его в безопасное транспортное средство. У нас есть свидетельство о регистрации. То есть у нас машина наша, а вот права у нас нет, и мы пиво пили с утра. Мы не имеем права садиться за рулем. То есть как бы, подожди, это не те люди, которые менялись там в машине за рулем, не? Вы сейчас о чем? Вы сейчас все у вас перепутали. Ну как бы я сидел вот здесь рядышком на смолочке, я видел, как кто-то там за рулем менялся. Возможно. Может быть, это я поездка делала. То есть у вас нет права, вы поменялись рулями, да, то есть вы сидели, потом сел парень, там все нормально. Вы запутали ситуацию сами. У меня есть конкретный вопрос по теме. Вы можете выслушать? Да вы, получается, еще и пересаживались. Ну да, не пересаживались. Мало того, мы делаем это систематически. А чего вы так делаете? Как это? Ну это наше. Не, вы говорите, что вы пиво пили. Да, и пересаживались. И вас тогда свидетельствовать надо. Обязательно. Со слов человека. Давайте, да, да. Вот свидетельские показания. Да, надо свидетельствовать. Если со слов человека вас надо свидетельствовать, он на этом настаивает. Почему бы и нет? Я могу свидетельствовать в учреждении медицинства. Мы не против, а на месте драгер продуть по закону, составить протокол осмотра медицинского. Это будет тогда в медицинском учреждении, если вы... Мы можем потребовать на месте драгер. Мы же можем, согласно закону, сделать на месте. Хотя, ну, как бы, стоя возле вас, я, например, не слышу от вас первоначальных, первоначальных, ну, скажем так... Ну, основание свидетельских показаний. Вот есть свидетель. Свидетель подошел и говорит до... Мы запишем его данные, протокол. Если вы пересели, значит, у вас у кого-то водительское удостоверение есть? Или как? Я не могу понять. Основание в чем? То есть, ну, я как свидетель, то есть, мои свидетельские показания. Ситуация. Стоит человек, работает. Да. Соблюдает порядок, то есть, здесь, как бы, тяжелый перекресток. Да, согласен. То есть, стоит человек, работает. Едет машина, в которой кто-то меняется местами. Возможно, свингеры. Да, как бы. Ситуация. Вы останавливаетесь, то есть, ну, вас останавливает человек, там, или как-то, я не знаю, вот этот момент я пропустил. Дальше. Ситуация. Вы сейчас человеку не даете работу. Вы... Вот... Айфон стоит, айпэд. Стоит телефон, вы снимаете штаны на камеру, пытаетесь, то есть, реально просто запудрить человеку моменту. Суть в чем? Суть вашего вопроса. Давайте дадим человеку спокойно работать. Я не против. Да, на начало. Я только за. Для того, чтобы здесь не было пробок, здесь не было проблем, не было лайк. Но пробки нет, обратите внимание, кстати. Нет. Так давайте для начала дадим человеку спокойно работать и нормально исполнять его долг, его работы. Я, понимаете, вот инспектор до того, как вы подошли, сказал правильные слова. Он сказал, ребята, вы... Вы, нам должны помогать. Мы не против того, чтобы вы нам помогали. Только не делали из этого цирк. В этом случае вы не помогаете, а в этом случае вы провоцируете. Ребят, вас тоже можно снимать? Да, да, да. Нас нужно снимать. Сто процентов. Просто провоцируйте. Да, да, да. Да, да. Два человека подъезжают и мешают работать инспектору. Работать, да, а служить не мешаем. Работать, может, мешаем. Инспектор должен служить. Нет, мы не правы. Инспектор вышел на собаку. Провоцируете человека, который стоит на работе. Провоцируете других участников дорожек. Давайте сделаем так. Если я человек со стороны. То что? То что? То вы однозначно правы, потому что вы со стороны или что? Нет, я не понял. Я не могу понять. Вы основываетесь на что? Что вы считаете себя правым? Я. Послушайте секунду. Вы не хотите слышать. Вы не хотите слышать. Это просто вдвоем. Я за там... Послушайте секунду. Да, по-человечески. Да. Я люблю просто инспектор мира по-человечески. Они же любят по человеку Теперь давайте с самого начала Я задам три вопроса, короткие И вы постарайтесь на них прямо ответить Первый вопрос вам Вы подошли и спросили Ваш автомобиль, он стоит с нарушением Мы сказали, наш автомобиль стоит с нарушением У меня вопрос к вам Данный автомобиль стоит с нарушением или нет Вы знаете ПДД? Раз вы решили Что этот автомобиль стоит с нарушением Значит вы знаете ПДД Секундочку Мы сейчас к этому дойдем Этот автомобиль по вашему мнению нарушает ПДД или нет? Не нарушает Второй вопрос у меня к вам У нас есть предложение к инспектору, к служителю порядка Чтобы он пресек правонарушение А именно два варианта Либо передвинул этот автомобиль Мы ему покажем все документы Либо второй вариант Согласно закону вызвал эвакуатор И убрал данное транспортное средство Которое по его мнению и по вашему мешает проезду Почему он этого не делает? Ответ Давайте решать вопрос Вот вы как бы Люди, которые ехали в этом автомобиле Внимание, ответ Вы сидели в этом автомобиле Вы реально Вас остановили Вы начинаете общаться с сотрудниками ГИБДД То есть на данный момент Сейчас на процесс То есть машина стоит То есть у вас идет общение То есть идет У нас нету водительского удостоверения И мы выпишем Где хозяин? Хозяин я Где водитель? Ушел Как ушел? На пляж купаться Поставил тут машину Ишел Мы говорим Куда ты пошел? Он говорит Я на пляж И ушел То есть он кучу нарушил Да, 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 да Неадекватно Вы тогда напишите Давайте Давайте Я? Подождите, меня сейчас устраивает все. Не устраивает закон. Подождите, я напишу. Грубо говоря, вы посадили в машину человека. Хорошо, давайте бумагу будем писать. Я знаю, что его зовут Вася, фамилия у него Пупкин. Мы сейчас на него напишем заявление. Давайте. Знаю, где проживает. В Бердянске, где-то между средней и косой, большой и малой. Вот там, где, я не знаю. Будем искать. Послушайте, инспектор. Вы познакомили или незнакомого человека. Что значит, как вас зовут? Вы доверили просто на автомобиль или что? Нет. У вас водительское удостоверение есть? Нет. Вы посадили совершенно незнакомого человека. Да. За руль. По улице ехали, да? Вы пили пиво, кафе. А у него было водительское удостоверение? Решили, что пьяные, вы не можете ехать за руль. Абсолютно верно. Вы посмотрели, что идет трезвый человек. Вы посадили его за руль. Спросили, у вас есть водительское удостоверение? Говорит, я Вася Пупкин, у меня есть, не показал. Я тебе там 20 гривен. Нет, я не говорю. Денег я никому не предлагал. Просто подвези меня, там все нормально, все хорошо. Так, все это произошло. Дальше вы подъехали сюда. Это кто? Это нормально. Это может бывший меценит. Это мы освоим. Парень, короче, оставил машину, бросил здесь, выскочил. И вверх я на пляж. Да, я устал. Да, я устал. Ситуация патовая. Ну что делать? Ситуация патовая какая. То есть машина, ну как бы мы не спрашиваем, кто ехал за рулем. Мы же решили, что это был Вася. Ну Вася. Все, хорошо. Секундочку, мне вот по поводу неэвакуатора, вы мне-то как бы пытаетесь тут, скажем так, ситуацию... Посоветовать, дать совет. Нет, даже не советую. А что это? Вы мои слова не перефразируйте, пожалуйста. Будьте любезны ко мне относиться к культурной и вежливою. Я сейчас... Таким образом, каким отношусь я к вам. А мы культурно. Будьте любезны, пожалуйста. Если вы считаете, что вы делаете грозное лицо, это произведенное впечатление, то зря. Я вам не грубил. Я грозное лицо не делаю. Я вам грубил. И не пытаюсь даже абсолютно нагрубить. Вы скажите мне, вам грубил кто-то? Я говорю, если вы так утверждаете, что вы владелица... Да, мы не утверждаем, мы знаем это. Вызывайте себе эвакуатор. Зачем? Если оно дальше не может везти. Оно может. Поставьте его на эвакуатор и отвезите его к себе домой. Оно сейчас, на данный момент, машина нарушает правила. Ваша собственность. Это ваша собственность. Это не моя собственность. И не собственность государства. Внимание, вопрос. Это лично ваше собственность. Внимание, вопрос. Если это собственность... И за руль вашего автомобиля. Я не сяду. Покажите мне, пожалуйста, хотя бы один закон, в котором это прописано. Инспектор, я вам скажу, что есть такой закон. Вы здесь стоите именно для того, что... Послушайте, вот не перебивайте. Вот вы все время пытаетесь из пустого в порожнее. Есть закон, который говорит о том, что... Есть служитель порядка, который стоит и патрулирует дорожное движение. Если он видит какое-либо препятствие, он должен принять к этому меры. Если вы не можете принять адекватные меры и не знаете ли, как это делать, это не говорит о том, что я вас провоцирую. Вы провоцируете. Послушайте, секунду. В данный момент вы сейчас знали. Ну, дослушались. Хорошо. Это ваше субъективное мнение. Я не против. Хорошо, я вас провоцирую. Я вас провоцирую на исполнение законного порядка. Я вас провоцирую к тому, чтобы вы наладили движение на данном... Он еще один. Вот стоит. Группа говоря. Подождите. Стойте. Вот водитель приехал. Нет. Давайте до водителя доберемся. Подождите. Подождите. Да нет. Вы сейчас провоцируете водителя на то, чтобы... Я извиняюсь. Не надо извиняться. Просто уберите руки. Вы провоцируете водителя на то, чтобы он сейчас вызвал эвакуатор инспектора. Вот есть нарушитель. Вот водитель. Вот поставил... Сними, пожалуйста. Вот поставил человек... Поставил человек машину прямо на пешеходный переезд. И что? Вот поставил человек на пешеходный переезд. Ну, инспектор будет плачивать эти услуги. Хозяин, да, конечно. Ну, давайте так. Мы посмотрим, кто будет оплачивать. И все, мы просто будем заедать. Объясните мне, почему вы не реагируете на нарушение, которое происходит. Объясните мне. Я хочу понять. Вы почему? Вы объяснение дадите по поводу, как свидетель о вас охране? Вот и свидетель. Руки от меня уберите. Только повторяйте. И что? Вы просто как-то свидетель. Вы ехали в этой машине, вы видели, как Вася Пупкин поставил машину. Вы же тоже свидетель. Вот начинайте с себя. Запишите, пожалуйста, свои показания. С свидетелем чего? И головы? Вы уже два часа снимаете. Вы задите мне объяснение. Подожди. 15 минут. Ваша Пупкин, который вез вас на вашей машине, поставил ее, нарушил правила. Давайте это все запракалируем, и все нормально. А потом вызовем его плата. Кстати, люди Бердянского увидят, что это, ну, узнают. Это заявление на именовременно. Конечно. Да, заявление на кого? Как это на кого? На водителя на своего. На моего? Он у меня не работает. Вы со статьей 63 Конституции знакомы или нет? В смысле со знакомыми? Да вы знакомы? А я не надо, я еще раз. В тексте можно? 63 статья Конституции. Вам знакомы? О чем-то говорите? В тексте можно? Что в тексте? Ну, в тексте, то есть, что, от чего до чего. Слушайте, ну, при чем здесь вы вообще? Я не могу понять. Ну, с вами понятно все. Вы свидетель. Вы хотите помочь? Давайте составляйте свидетельские показания. Пишите. Я хочу помочь, ну, к примеру. Ну, помогайте. Ну, в чем вопрос? То есть, нестандартная ситуация на дороге, да? То есть, ну, нестандартная ситуация, человек, да, который работает, и вы ему мешаете работать, то есть, реальность. Да, да, да. Ну, это понятно, мы слышали. Инспектор, какие меры будем принимать? Я вам еще раз говорю. Я уже повторяться просто-напросто устал. Какие конкретные меры вы готовы принять? Вы все от меня уже услышали. Мы хотим от вас исполнения закона всего лишь. Вы все от меня уже услышали. Вы не будете принимать никаких мер? Вы все от меня услышали. Я хочу понять, или мы вызываем ответственного, который сейчас приезжает и расскажет вам, как надо действовать, потому что вы не знаете, либо мы с вами решаем вопрос. Я не знаю, я вам уже объяснил. Если вы все знаете, давайте что-то делать. Я вам уже объяснил. Вы меня услышали? Нет. Вы это записали. Нет, я не могу понять. Будьте любезны. Я в сути зерна я не почувствовал. Я не могу понять, в чем... Я, например, даже как сотрудник милиции, не полное право вам сказать, что изначально мог вам сказать, что я не хочу то, чтобы вы меня снимали. Есть это в законе прописано? Ну, конечно, вы имеете право нас подать в суд. Инспектор, вы могли заявить... Ну, на нас. На парня в футболке и в шорте. Ну, вы можете нас задержать сейчас. Выяснить, да. Протокол забержания. Выяснить нашу личность. Вы в отношении меня совершаете противоправные? Ну, вы же говорите, что да. Если вы так считаете, да. Вы же говорите, что мы противоправные? Подождите. Мы снимаем сейчас, противоправные или нет? А какую статью закона мы нарушаем провокацию? Вы провоцируете. Хорошо, давайте принимать меры. Я просто инспектор. Я вам говорю. Это слова. Садитесь за руль с автомобилем и уберите автомобилец. Если мы говорим, что мы выпившие и у нас нет водительского удостоверения, инспектор ГАИ нам говорит, садитесь и убирайте. Это будет считаться нарушением или нет? Если вы выпившие, возьмите, берите своих друзей. Каких? У меня кроме вас теперь друзей нету. Вы теперь мой единственный друг, у которого есть права. Хорошо, у меня есть друг. Нет, нам не надо блядей никаких, пожалуйста. Есть человек, у которого есть права водительского удостоверения. Есть вот парень, сейчас подойдет, у него есть права. Вы ему верите по глазам? Нет, кто такой парень? Какие глаза? Я не читаю по глазам, извините. У любого человека есть водительского удостоверения. Вот сейчас, секундочку. Абсолютно верно. Но я доверяю только вам. Сейчас мы снимаем чисто провокацию. То есть люди выпившие, у них есть машина. Вот Виталик у нас совсем пьяный. Вот два парня, которые не хотят. Есть водитель, у него есть документы, все нормально. Он полностью трезвый. Он может отогнать вашу машину. Есть водительского удостоверения? Да, конечно. Документы есть? Ну, просто отогнать, чтобы она не стояла, как, ну, так, неправильно она стоит. Ее надо поставить в правильное место, немножко дальше там. Можешь это сделать? Я права, есть? Нет, нет, нет. Не права, есть. Просто нам не надо. Не ругайтесь. Не ругайтесь. Ну, что вы друга подставляете? Он все мануэм... Нормальный парень стоит, говорит, я не хочу. К чему этот цирк? Вот есть инспектор, у которого есть водительское удостоверение, который это может сделать. Вот, тоже правильно. Но кто-то опять за руль должен сесть, все равно с правами. Я не обязан садиться за вас. Мы просим вас. Нет, вы не обязаны. Нет, ни в коем случае. Можете нам отказать, конечно. Нет, ни в коем случае. Я не обязан. Давайте тогда решать что-то с перемещением данного транспортного средства. На этом мы остановились, что я не обязан. А, мы... Хорошо, хорошо. Нет, 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 конечно. Стойте. Вы не обязаны, действительно, это правда. Вы, как инспектор, не обязаны садиться за счет автомобиля. Но у вас есть обязанность перед законом, так как вы инспектор ГАИ, принять меры к данному нарушителю и к данному автотранспортному средству, которое сейчас мешает проезду. Вызвать эвакуатор. Это ваша прямая обязанность. Вызвать эвакуатор выезд. Мы из чего? Да я не работаю в ГАИ. И что, что я хозяин? И что, что я хозяин? Вы же утверждаете, что... Мало того, я как хозяин подошел и сказал вам, инспектор, мне требуется помощь ваша, а вы говорите, вы как хозяин решаете сами. Я вам еще раз говорю. Вы меня услышали, наверное. Да. Я вас дам. Если вы меня услышали, то это у вас есть. Есть что у нас? Вы меня уже услышали. Неоднократно. Я не могу понять, почему вы просто боитесь сделать то, что вы обязаны сделать в рамках закона. Я вот не могу понять. К чему это? К чему эти страхи? Не провоцируйте меня просто. К чему? К выполнению закона? Не провоцируйте. К выполнению закона? Здравствуйте. Убери машину, пожалуйста. Я говорю, убери ты машину. Вы кто говорите? А я говорю... Вы закрываете здесь дорогу. Я не против. Вы кто? Я Олиэд. А меня Саша зовут? А вы кто? Саша зовут меня. Пожалуйста. Олиэд, мы не можем сейчас. Почему не можем? Мы объяснили инспектору почему. Мы ему объяснили. Пиво пили, и у нас нет водительского удостоверения. Мы употребили алкоголь, мы не имеем права садиться. А как ты ездишь, если водитель... Мы не ездили. Мы сидел водитель, мы попросили водителя. Он остановился здесь и ушел на море. Ребята, давайте нормально можем разогнать. Ну да, мы нормально общаемся. Я говорю, убери машину. Как мы уберем, если я алкоголь? Я тебе еще раз говорю, машину убери. Как я это сделал? Мужчина, не ругайтесь. Каким образом я сделал? Я не могу с алкогольным. Как ты разговариваешь? Я легко разговариваю с алкогольным. Вчерашний пацан ты разговариваешь как не надо. Ладно, оставь его. Ты вчерашний пацан. Ты сейчас приедут кинуть багажник. Хорошо, хорошо. Инспектор, это прямые угрозы, между прочим, на граждан. Вы слышали? Нас приедут в багажник. Да нет, давайте вызовем эвакуатор. Вам это захотелось. Эвакуатор вызывайте. Я еще раз сам говорю. Потому что вам это захотелось. Я не доволен, а твоя блата, ты понимаешь? Блата-та? Блата-та? Я не блата-та. Перепискинте пока от вас себя. Я вас прошу, вы не тратите. А, он торгует, да, здесь? Послушайте, инспектор, к чему эти все канители? Сделайте все согласно закону. Я показал вам неоднократно, еще раз могу повторить о том, что вы занимаетесь только лишь провокацией, вы мешаете несению службы. Это два. Неужели в этой ноге столько памяти есть, только вы ее держите? Да, здесь еще памяти на 18 минут. Давайте. Это лично, это лично ваше, ваше какая-то, может быть, я не знаю, может развлечение ваше какое-то. Знаете, что мне не понравилось? Ваше развлечение. Это ваше развлечение. Понимаете, инспектор, в чем суть заключается? Это ваше развлечение. Вы начните с себя. Вы начните с того, чтобы ваша автомобиль. Нет, нет, я беру пример, согласно, согласно, что это примером, для всех водителей. Так вот я, инспектор, беру с вас пример. Да найдем, давайте почитаем. Где написано? Давайте, давайте. Давайте закон о милиции почитаем, где это написано. Давайте посмотрим закон о милиции. Что? Журналисты где-то там будешь, там будешь. Берите, пожалуйста. Я говорю билеты. Тихо, тихо. Я говорю билеты. Не трогайте. Тише. Не надо. Гражданство человек может вам запретить. Я говорю билеты ко мне, я поломаю. Тише, тише. 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 Если у меня точка не было бы, час багажа. Я говорю билеты. Неадекватно себе. Блядь, я говорю билеты, камера. Все, все. Вы можете отключить свои телефоны? Нет. А, как не можете? Гражданские лица вам говорят, что вы не снимали. Да, и что теперь? То есть все нормально. Вам люди гражданские говорят, они не хотят, чтобы вы их снимали. Вы не понимаете, вы не знаете закон. Я вам объясню, в общественном месте. Я вам еще раз говорю, вы... Да, снимаем людей. Да, это вам запрещено. Чем? Потому что это только делается с их согласия. Нет, используется, а не снимается. Нет, это делается только с их согласия. Я не могу понять. Используется. Пойдемте, вы мне хотели показать что-то в правилах. В законе о милиции. Лично вы мне сказали. В законе о милиции. Вы мне сказали в правилах, пожалуйста. Давайте в правилах я вам покажу, что вы нарушаете. Что вы нарушаете. Правилы покажите. Я вам в правилах покажу, что конкретно... В правилах покажите. Саша. Александр. Александр Викторович для меня. Александр Викторович. Для вас. И для всех. Александр Викторович. А вы для меня не Саша, отчество вашего не знаю. Ну так как вы себя отрекомендовали Саше. Да, можете Саше. Александр, смотрите, пожалуйста. В этой книжке, в правилах дорожного движения, от 2011 года, который не является актуальной на сегодняшний день, между прочим, если вы не знали. У меня есть новые права? У меня тоже есть права. Ой, ПДД. Нет, нет. В законе о милиции сказано, что сотрудник МВД, как это ничем? 2013 года для вас пойдет? Как это ничем не отличается? В 2013 году. Нет, в правилах Саутистянки нет. Мы же говорим за остановку. Вы сейчас хотите сказать, что вы стоите без нарушения ПДД? Я правильно понимаю? Да, ну покажите. Может вы мне покажете, может я что-то и забыл. Как вы можете что-то забыть, если вы инспектор ГАИ? Ну как можете что-то забыть? Я человек. Нет, ну человек, хорошо. У вас два человека. Вам сделали замечание, сказали инспектор, а вы стоите с нарушением. Вы сказали, ну вот, вы стоите у пешехода. Ну какое субъективное? Ну я вам говорил, ну что? Вы стоите на пешеходном переходе. Снимите нормально это. Снимите это на камеру, пожалуйста. Поменьше 10 метров. Я говорю, снимите это на видеокамеру. Чем это определили? Каким прибором вы определили? Дайте нам рулеточку. Нет рулеточку. Хорошо, а то, что вы стоите вот здесь на зеленом насаждении на газоне? И чем это запрещено? Стоять на газоне? Это в административном кодексе написано про газоны. Вы покажите правила дорожного движения. Хотя сейчас ПДД хорошо. Вы сказали правила дорожного движения. Новые правила газоны. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим газоны. Вы не отказывайтесь от своих слов. Там же есть газоны. Пошло изменение. Вы уже теперь начинаете противоречить. Да никто не отказывает. Ой, господи, не упал. Вы просто противоречили. Почему? А у меня ребенка еще лучше. Не показывай себе. Да никто ребенка. Ты не ребенка моя, посмотри, какой лучше. Ради бога, я осною в сектору. Да я инспектору в сектору. Милиционер, отреагируйте, пожалуйста. А что отреагируют? Да не надо ссориться, пожалуйста. Давайте жить дружно. Я говорю, убери вот это. Сейчас поромаю его. Все хорошо. Что непонятно? Я говорю, убери камеру. Что мне понятно должно быть? Я говорю, убери вот эту видеокамеру. Я там не общаюсь. Вообще, вас на меня снимают. Все в порядке. Адекватность, а не подходите ко мне. Все, все, все. Ближе пусть снимаешь. Все. 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 Хорошо, пусть приезжают. Давай. Я просто запрещаю снимать меня сейчас. Без проблем. А зачем? Я не снимаю. Я вас не снимаю. Подожди, вот камера направлена на меня. Отойдите. Смотрите, пожалуйста. Мы смотрим, сейчас мы выполним ваши требования. А можно я... Вы прооцениваете уже людей, понимаете? Слушайте, успех. Мы общаемся с вами. Какие люди? Но я общаюсь только с вами. Не общаюсь ни с ними. Потому что уже просто люди видят, понимаете? И делают замечания вам. Принимайте меры. Я говорю, вам делают замечания. Вы можете принять меры или нет? Они вам делают замечания. Принимайте меры в ситуации. По поводу съемки. Инспектор, давай что-то решать. Принимайте меры. Еще раз вам говорю. По поводу съемки. Съемка не запрещена у нас. Запрещена. Только согласие гражданского человека. Использование, а не съемка. Вы снимаете. Я снимаю, да. Это ничем не запрещено. Извините. Ничем. На основании чего вы снимаете? Нет. Послушайте, вы вам хотите услышать? Он дал разрешение. Разрешение дается только на использование. Не на съемку. Я думаю, 2-го, 3-го. Уже граждане просто заходят. На использование. Вы не слышите меня. На использование. Не на съемку. Снимать в общественном месте не запрещено. И не хотите меня услышать? Снимать не запрещено. Вы не хотите услышать меня. Просто надо. Вы не хотите показать это правило дорожного движения. Вы уже сами себе противоречите. Инспектор, а вы не хотите? Вам просто делать нечто. Да, хорошо. А вам? Я нахожусь на службе. Ну и что? И я на службе. Я на службе. На какой вы службе? Я служу закону Украины. Служу закону и обязанностям Украины. И вы служите. Мы с вами на службе. Мы с вами на службе. Человеком и гражданином Украины. Я являюсь сотрудником милиции. Я очень сомневаюсь. Знаете почему? Потому что я не вижу вашего, даже нагрудного жетона, не говоря о жестоверении. Нагрудный жетон, пожалуйста. Вот он мой нагрудный жетон. Почему он не сверху? Почему надо вот так вот его откуда-то выковыривать? Я не могу понять. Он должен быть сверху, на жилете. Он на свет жилет закрывает его, если вы видите. Повесьте сверху. Что на мне свет жилет. Почему сверху не можете повесить? Я говорю, на мне свет жилет. Вы видите это или нет? Повесьте жетон, перевесьте сверху, как это делают инспектора. И все. И будет всем видно. И будет понятно. И что? Вы не видите? Ну что, что есть свет жилет? Свет жилет его закрывает. Так повесьте сверху значок и все. И ничего не будет закрывать. Я не буду выполнять ваши провокационные действия. Хорошо, не выполняйте. Выполните законные. Есть одно законное? Да, законные требования. Вот этот автомобиль убрать. Это когда, например, отношение гражданина будет совершено что-либо. Да мы сейчас дождемся этого. Мы сейчас уже этого дождемся, и оно будет совершено. Вы сейчас совершайте провокацию. Не надо меня трогать руками, пожалуйста. Тебе никто не трогает. А мне не надо. Все, не надо трогать меня. Мне здесь не надо. Видите ребенок, как плачет. Почему здесь ребенок? Я сейчас сейчас с инспектором. Потому что она боится. Да ну так защитите ее. Идите там сидите, успокаивайте. А как вы разговариваете? А как что? Мне не страшно абсолютно, поверьте мне. Абсолютно не страшно. Не надо, пожалуйста, нервничайте. Я тебе еще раз говорю, хватит. Вы можете сто раз сказать. Я с вами не хочу общаться. Хватит. Что хватит? Хватит что? Езжай, пожалуйста. Спасибо, я вас услышал. Я общаюсь с инспектором. Пожалуйста, вы не мешайте. Если бы я инспектор был, знал, что? Да, да, знаю. Было бы страшно все. Инспектор, слава богу, очень хорошо, что вы тут есть. Очень хорошо, что вы тут есть, что мы при вас чувствуем себя в безопасности. Спасибо. Я прошу вас. Только не провоцируйте людей. Вы уже провоцируете нас. Да я с вами общаюсь. Вы еще успеваете провоцировать людей. Этих людей не надо провоцировать. Они сами себя спровоцируют, поверьте. Инспектор, давайте не о людях. Давайте о вашей службе. Нет, мы прежде всего будем о людях. О вашей службе пообщаемся. Мы служим людям. Давайте так сделаем. Александр, как, извините вас по отчеству еще раз. Вы забыли? Да, забыл, если честно. Александр Викторович. Давайте сделаем проще. Мы сейчас вызываем... Саша, уберите свою машину и все. Александр Викторович. Так как вы мне его, честно, не сказали, поэтому... Я для вас, Саша, меня устраивает. Александр Викторович, давайте мы сейчас с вами вызовем старшего сегодняшней смены. Он приедет, и мы спросим у него, как быть в такой ситуации, раз никто из вас не знает, как поступить. И раз мы уже создали провокацию и пробку, это надо решать. Давайте вызывать... Надо пресекать. А давайте еще интереснее. Давайте вызывать. У нас есть конфликтная ситуация. Конфликтная ситуация. Случай конфликтной ситуации. Вызывается старший. Почему он не вызван до сих пор? Почему? Журналист газеты там или телевидение. Это всем известно, спасибо. Все нормально, все хорошо. Почему нет? Давайте вызывать инспектор. Человек, который на своей работе приезжает, отвлекает инспекторов ГИБДД... Ой, не надо, я вас прошу. Просто отвлекает человека от работы, не дает ему работать, создает конфликтные ситуации. На мнение людей и на просто людей, которые просят, уберитесь, дайте человеку нормально работать. Этот человек снимает по телефону, причем снимает людей, которые просят, чтобы он его не снимал и вырезал этот кадр. Но в данной ситуации, последняя моя минута, я прошу, чтобы она осталась, ее где-то показали. То есть люди, которые тупо ездят по стране, тупо мешают сотрудникам ТПС работать и тупо все нормально, создают конфликтные ситуации, причем специально. То есть реально специально мы поставили машину для того, чтобы специально снять сотрудника ГИБДД, который вам предлагает несколько вариантов, как это все нормально решить, вы специально это делаете. Это классно вообще. Дай бог здоровья газете. И вам... Спасибо. Спасибо. Причем я не один местный житель, который подошел и попросил... Все правильно. Вы очень прав... Вы правильно, да. Мы это все увидели, да. Сознательный гражданин. Конечно, потому что я здесь живу. Правильно. Правильно. И здесь ситуация такая конфликтная, здесь дорога идет, здесь рельсы... Это мы слышали уже, рельсы, дорога, люди... И вас просят нормально разрешить ситуацию, вы специально не даете человеку работу. Так мы и просим, мы просим. Мы еле уговорили. Это Вася Пупышник, да? Так это девушка за рулем. Абсолютно верно. А я на самом Вася Пупышник, да. Вот видите, девушка за рулем. Давайте девушку штрафуем. За что? Ну она же, наверное, сюда приехала. Мы сейчас у нее выясним. Это, по-моему, наверное, ваша супруга, по всей вероятности. Ну, может быть. Может быть и супруга. Так она пересела с соседней. Она еще не давала согласия, но, возможно, супруга. Но дело не в этом. Все это время, все это время, все это время, вы просто-напросто занимались тем, что вы препятствовали работе экипажа ДПН. Давайте провоцировали конфликт, создавали конфликтные ситуации. Давайте теперь, давайте теперь, на основании этого заявления, которое вы только что сказали, давайте примем меры к этим двум гражданам. Ваша супруга поехала. Какая разница? Я не могу понять. Большая. Какие к вам меры принять? Скажите. Ну, мы провоцировали. Ну, мы нарушили закон. Мы же не мешали. Конечно. Вы мешали. Мы нарушили закон. Давайте примем меры. Нарушили закон. Так как вы изначально построили собеседу о том, что вы помощники. Мы нарушили закон. Вы, ну, никак не помощники. Мы нарушили закон или нет. Вы не помощники. Вы не помощники. Да, нарушили или нет, не нарушили. Я не могу понять. Вы те люди, которые мешают просто-напросто. Работают. На дороге. Работают. Службе. Да. В данном случае. Давайте примем меры к этому. Но мы нарушители. Вы не совершали противоправные действия. Тогда какие к нам претензии? Я не могу понять. Вроде бы вы говорите, что нарушали, а сейчас говорите, что нарушали. Я вам еще раз говорю, вы же провоцировали. Это наказуемо. Это наказуемо? Есть за это предусмотрено наказание? Объясняю. Давайте, вы уже просто-напросто дослушаете. Да, да, мы слушаем вас, да. Я слушаю вас. Если бы вы в отношении меня совершали какие-нибудь противоправные действия, то есть если бы вы мне именно хватали заформленную одежду, Ну конечно, это запрещено. Прошались бы нецензурные брани. Совершенно верно. Это мы все знаем, да. Либо создавали бы гражданам другим. Неудобства. Да, в этом случае вы создавали неудобства граждан. Все-все, да, понял. Вы создавали неудобства. То есть можно за это нас привлечь? Нет, вы провоцировали просто всех людей, провоцировали здесь конфликтную ситуацию. Даже не только с инспекторами ДПС. С гражданскими. Все, я это понял, да. То есть откуда люди, я, конечно, не знаю, но вы провоцировали. Все. То есть вам это, наверное, доставляет удовольствие? Нет. Я просто фиксирую и делаю свою работу. И вам доставляет это просто удовольствие? Нет, не доставляет удовольствие, когда все по правилам. То есть если бы вы стояли, если бы ваше транспортное средство не стояло возле пешеходного перехода на зеленой зоне, без проблем, вы так считаете, а мы считаем нет. Поэтому по этому поводу мы напишем заявление вашему руководителю, а он ответит. Я вам сказал, покажите это правило дорожного движения. Что? Это зеленая, газон? Я вас даже не знаю, как зовут. Виталий Анатольевич. Виталий Анатольевич, меня зовут Александр Викторович. Александр Викторович, очень приятно. Вот если вы считаете, что вы помощниками, вы должны помогать, а вы мешаете. Это неправильно. Все, я понял, это ваше мнение. Это мы субъективные. Совершенно верно. Все, я вас выслушал, да. Как человек. Все. Мне было приятно с вами вообще. Хорошо, мы подождем. Александр, приятно познакомиться с вами, удачи вам. Всего вам доброго. И вам того же. Да. Не нарушайте, будьте, пожалуйста, бдительны на работе. Главное, чтобы вы не нарушали. Мы же с вами решили, что мы не нарушили. Я вас попрошу, чтобы вы просто культурные везли, ведите себя по отношению другим. А в какую сторону вы едете? Вы просто... Прямо. А, прямо. Нам не по дороге. Всего доброго, инспектор. Обязательно встретимся. Обязательно встретимся. Всего доброго. Всего доброго. До свидания, инспектор. До свидания. Пошли, вызови подсихо. Девчонки. А, вот это гоблина, блядь. Вы этим можно с вами сделать? Да. Нужно. Нужно. Пойдем где-то. Только они на дороге. Тут встанет. Да. Можно я вас уважаю? Я снимаю. Давай. Я снимаю. Я снимаю. Я снимаю. Ну, пацанами ваши видосы все смотрим. Это какая-то провокация? Ну, подставные, да. Да, это нормально. Мы уже привыкли. А что, ты бы с машины вышли даже? Все нормально. Ты по 101-й ответишь. По 101-й? Я не знаю, что такое, но мы ответим. Давай. Давай спаси попьем. Попроси у пацаней расфоткаться. Слушай, а ты ответишь по 101-й, понимаешь? А по какой? А я по 102-й. Я не знаю.